всем привет сегодня мы открываем новую рубрику называется распаковка я приобрел вот такой ящик продавца зовут роман роман большой тебе привет и своего подачи он предложил как раз организовать такую рубрику смысл в том что я еще не знаю что находится в нем точнее я знаю что там находится керосиновая лампа но какие к ней аксессуары я не знаю давайте сейчас попробуем открыть и посмотреть ну чего поехали первая вещь которая прилагалась к этому всему делу это вот этот отражатель отражатель петра макс я давно за ним гонялся выпускался 50 60-е годы снаружи черного цвета он правда грязно еще не отмытый внутри белого цвета с фирменным лейбом он не попадает ни в одну сотовую гамму с лампами но все равно смотрится очень круто давно хотел приобрести но в германии они продаются очень дорого ориентировочно от 50 60 евро вот плюс еще пересылка соответственно сумма уже такая очень большая вот и за ней очень сильно гоняются коллекционеры такими отражателями но приступим теперь непосредственно к распаковке ящика ящик сделан добротно конечно так что мы видим первая лампа соответственно сама второй пакет пакете бумаги явно инструкции с них и начнем так что у нас тут есть сирокопии непосредственно вот это оригинал инструкции оригинал инструкции очень круто тоже давно никогда его в живую не видел я вам отдельно сейчас его от фотографирую покажу посредственно бумага уже довольно ветхая эту вещь надо беречь этот документ так это ксерокопии тоже рассмотрим их похоже так что у нас тут еще все просто чистые листы бумаги тоже кстати бумага старая дальше в пакете у нас больше ничего нету так дальше пакетики это у нас получаются сетки таких сеток никогда не видел не знаю что это за производитель кавиа надо посмотреть будет что это такое так что там дальше все пакетики это все она же на все то же самое так да 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 вот это спички ничего себе спички какие-то шерстяные можно сказать как будто и валенки а не спички длительного горения ну спасибо пригодятся конечно костер сжигать то за сторону так что у нас тут интересно еще какой-то пакет здесь сбоку лежит пробую доставать коробочка коробочка такая явно военная ну или по крайней мере цвет хаки так тут настоящие сокровища у нас получается запасные горелки 500 лампе ну либо 350 дальше емкость для спирта для розжига интересного вида штырька нет у него посмотрим ничего себе это будет масленочка точнее будет спиртовочка как раз для залива спирта то есть заполнять в ванночку будет очень удобно симпатичная вещь симпатичная так дальше баночка знаменитого бренда так одной рукой не могу открыть сейчас попозже открою ну и соответственно набор ключей стандартный отлично их как всегда не хватает так а здесь пакетик из этих зипа пустой стандартно прикладывается ко всем лампам ну и очиститель сопла иголка обе этих целы прикольно так это что это просто бумажка от старые этой сетки ящик отличный буду использовать для запчастей так разобрался с баночкой баночка просто крышка открывается против часовой стрелки запасная иголка ключик для выкручивания этой же иголки как раз запасная прокладка под насос под крышку топливного бака вот под эту штуку так и форсунки три штуки все свои бомби 500 для 500 лампы они мне особо не нужны не пригодятся будут лежать зипа потому что в любом случае лампу переведу на спирт нам больше ничего нет теперь достаем непосредственно саму лампу посмотрим что она из себя представляет ее состояние станете к саму лампу лампа 200 ой 829 лампа старая упаковка очень стильные этикетки а у тех времен очень не всегда нравятся коробка конечно очень ветка старая пара внутри коробки у нас нет ничего так транспортировочный поролон убираем так ну что вам по конечно залежал он состоянии скажем так сетка очень обгорела плохо с копотью с какой-то внутри то есть что-то какие-то проблемы с лампой уже были при запуске последние разы карбюратор крутится мой любимый быстрый рожек форсунка клапан мой любимый технологичный ну все на месте все детали на месте манометр на месте пахнет керосином у клапана тоже все в порядке стекло не родное калимановская стоит стекло и соответственно вот как вы видите внутри отсутствует воронка для заполнения спирта для розжига спиртом значит это как раз он который мы находили в комплекте зипа это наверное она есть оттуда попробуем ее попозже установить ну что теперь начинается наверное самое интересное приведем приведу эту лампу в порядок на примере этой лампы я покажу вам как обслуживать карбюратор чистить и полностью его обслуживать мы его полностью разберем потому что это необходимо если вам подолго стояла с керосином он вероятнее всего высох и забил все каналы то есть надо лампу будет чистить вот пока все поехали начинается самое интересное в следующем году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как обещал, покажу вам разборку карбюратора полностью Значит, я уже его разбирал на самом деле Потому что он был в ужасном состоянии Весь закопченый, черный Сразу видно, что немножко нарушена геометрия его Вот он здесь кривой Причину этого я объясню попозже Итак, значит, полная разборка карбюратора Соответственно, для чистки и ремонта Первая гайка, понятно, откручиваем Скручиваем пушку Вверх карбюратора Форсунка скручивается тоже легко Это я уже показывал в предыдущих видео Форсунку мы меняем, потому что это керосиновая форсунка Нам нужна спиртовая Так, у ручки гайка есть специальная У ключа есть паз Этим пазом мы, соответственно, попадаем в паз гайки И откручиваем его Но если у вас нету специального ключа Можно просто разводным ключиком Опять же, просто гайку подцепить и выкрутить Снимаем гайку Шайбочка Ручка Гайка Очень часто из-за этой гайки здесь возникает течь Потому что внутри стоит керамическая прокладка Сейчас ее здесь нету, я уже ее вычистил Но я вам покажу, как она новая выглядит Вот И... Соответственно, она создает уплотнение Не дает протекать топливу Дальше, соответственно, берем ключ и скручиваем основание Покручиваем основание Все, вот у нас шкив выходит И теперь мы просто берем и всю трубку достаем из круглого труда Она состоит также из четырех деталей Верхний шкив Гайка фиксирующая И нижний шкив Он тоже должен накручиваться Он что-то здесь закисло Но не буду откручивать, это не принципиально Он чистенький Вот Иголка, соответственно, тоже выкручивается Вкручивается Она пусть остается на месте Для выкручивания иглы у нас есть еще специальный ключ Петромаксовский Вот он такой треугольной формы Одевается сверху, соответственно, на иглу И выкручивается Если резьба закисла, то можно воспользоваться ей Ну, соответственно, нижний клапан я уже в предыдущих видео показывал Как достается Опять же, ключом Старается Если надо усилия, зажимаете вторым ключиком Приложите И, соответственно, меняем Клапан Здесь клапан новый Я уже его поменял, поставил Соответственно, обратно собирается очень легко Обратно вкручиваем и затягиваем Так, теперь Произведем сборку карбюратора В обратной последовательности Сейчас покажу еще Как настраивать высоту Выхода иголки Так как я перевожу на спирт Это все дело Мне нужно одеть Сетку мою Сетку для выравнивания давления На шкив То есть внутрь карбюратора Это я уже, в принципе, показывал Как делать При переводе лампы на спирт Соответственно, сетку Накручиваем как следует Все И потом его вставим в карбюратор Итак Опять штырек соединяем Нижнюю и верхнюю часть Вместе Тут резьба Все легко За счет вот этой маленькой гаечки Мы регулируем высоту Выхода иглы Из сопла Это важный момент То есть надо, чтобы Игла чуть-чуть только Выходила из сопла Чтобы пробивала отверстие Вот Если она будет торчать Очень сильно Значит, она будет Уже металлической частью Вбить в сопло И будет его портить Вот Все, она не требует Никакого усилия Вот, все затянулось Она держится прекрасно Дальше Штырь вставляем В основание карбюратора Так, чтобы вот эта риска Была Видна в отверстие Вот Ее видно Внутри Вот Здесь она Чтобы находила Что ходит Вот так Вверх-вниз Дальше Вставляем Основание ручки Нужно Соответственно Вот этим штырьком Попасть в тот паз И закручиваем Закручиваем Сначала не до конца Проверяем Что шток на месте Вот я ручкой кручу Шток дергается Вверх-вниз То есть ходит Все в порядке Дальше Соответственно Затягиваем до конца Это соединение Должно быть герметичным Поэтому затягиваем С усилием Но Без фанатизма Все затянули Дальше берем Керамическую прокладку Новую Одеваем Сверху Одеваем гайку И затягиваем И затягиваем До конца не надо затягивать Слегка притянули И все Пока остановитесь Потому что Нужно понимать Какое усилие Сейчас нужно прикладывать Для того Чтобы вращать То есть Одеваете ручку Если ходит легко То есть Притерли То можно Чуть-чуть Тогда Посильнее Подтянуть Дальше Соответственно Проверяем Крутим ручку Вот Ходит свободно С небольшим усилием Вот Если считаете Что слишком Свободно Ходит Можно Чуть-чуть Подтянуть Еще гайку Опять Пробуем Все Пока считаем Что в порядке Если возникнет течь Соответственно Нужно будет Еще посильнее Подтянуть Гайку Все Ставим все на место Шайбочку Гайку Затягиваем Все Ручка у нас собрана То есть Никаких сложностей Здесь особых нет Все очень просто Надежно Понятно Так Дальше Берем верхнюю часть Карбюратора Ставим обратно Форсунку Дальше Соответственно Собираем Это все вместе Пока Без сетки Так Чуть-чуть Прицелились То есть Поставили Посмотрели Насколько у нас Торчит Сильная иголка Ее можно пальчиком Чуть-чуть У меня она торчит Совсем чуть-чуть Как надо Поворачиваем Она исчезает Из сопла Сейчас посмотрим Передаст ли Эта камера Вот это то Что здесь Иголочка торчит Из сопла Макросъемки У меня нету Но у меня Соответственно Все хорошо Поправлять Ничего не надо Если бы Иголка Сильно торчала Надо было Прибрать Посильнее Если бы Ее не было видно Соответственно Надо было Чуть-чуть Выкрутить У меня здесь Все идеально Поэтому я так Оставляю Так Вставляем Сетку В верхнюю часть Карбюратора Сначала Нужно потрудиться Как следует Ее скрутить Все Дальше Соответственно Вставляем Собираем Карбюратор Единственное Что Иголку Я вытащил Чтобы случайно Она не зацепилась За сетку И Собираем Карбюратор Закручиваем Основную гайку Круг Вот этот Должен быть Противоположен Ручке Абсолютно На 180 градусов Все Готово Дальше Соответственно Затягиваем Гайку Нужно С двумя ключами Соответственно Здесь стены Так Я затяну Попозже Так Как следует Дальше Ставим Игол на место Нужно Опять же При помощи Ключа Это сделать Все Игла Наместила И ставим Форсунку Новую Как раз Андрей На новой лампе Буду проверять Твою Форсунку Все Иголка работает Иголка на месте Входит Выходит Прям чуть-чуть Торчит сверху Я вам уже Это показывал Все Карбюратор В принципе Готов Сборка Закончена А теперь Подведем Под итоги Значит Причина Кривизны Вот этого Нашего Карбюратора Следующая То что У бака Проводился Серьезный Ремонт То есть Это Результат Либо Падения Либо Еще Чего А Нет Скорее Не падение А Скорее Отсутствие Новых Прокладок Наверное Предыдущего Водельца И он Затягивал Карбюратор До смерти Туда И сорвал Гайку Впаянную Бак И соответственно Вот такое Сейчас Пайка Идет И здесь Очень Хорошая Но так как Я эту лампу Планирую Использовать Как рабочую Лошадку Чтобы она Меня радовала Этого штуки Из-за Корпуса Не видно Особо Оставлю Так как есть То есть Не буду Вот это Ничего Лотать Лампу Я очистил Не то что Я ее Отполировал Ее еще Можно было Отполировать Но Мне не терпится Ее уже Собрать И зажечь Как она горит То есть Вот эта штука Меня расстроила Но не сильно Вторая вещь То что Стекло у нас Идет не родное С одной стороны А с другой стороны Хозяин Соответственно Предыдущий Лампы Заморочился Серьезно С этим делал Сделал Такой адаптер Специально Для Калимановского Стекла То есть Американское Стекло К немецкой Лампе Оно Само стекло В отличие от Петромакса Имеет Немножко Меньший Диаметр И Немножко Меньшую Высоту И вот Он сделал Такую вещь И стекло Четко Держится Внутри Лампы Стоит Тоже Интересное Техническое Решение Я такого Никогда Не видел Кому Нужно Можете Взять На вооружение Опять же Китайские Лампы Стекла То есть От Китайских Ламп Они тоже Не так Хорошо Подходят Они там Ержат Играйте Все с таким Адаптером Они будут Там Четко Стоять Вот Ну И соответственно Самое Большое Приятная Вещь Это то Что Наличие Вот Этого Отражателя Это Соответственно Я его Давно Искал Я уже Об этом Говорил Самая Классная Вещь Ну Давайте Соберем Теперь Лампу В обратной Последовательности И посмотрим На результат Точнее Попробуем Ее Зажечь Поехали Субтитры 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 Спасибо 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 за внимание До новых встреч Пока Субтитры Субтитры